Вообще-то трудная была поездка, она как-то не монтировалась в Сибирь, туда, куда я уезжал, нельзя этого было. Она хотела со мной в Сибирь, я как-то, знаете, в Белую, она же была, она похожа на какую-то экзотическую птицу, правда? И я, когда приехал домой, она вдруг поставила коньян на стол и закурила, она никогда не курила. И я, ваще-то, слушай, это грубая. Давайте вернемся к началу ваших отношений с Ахмадулиной. Расскажите, как вы ездили первый раз в Сухуми, на море? Ну, это было волшебно, смешно и волшебно. Как приехали, такой абхазский парень, Леша Лассури, дал ему ключи. Вот, и мы в пустую квартиру, и мы домой легли, и ночью что-то такое по нас пытало ползать. И мы открыли, и все-таки включили свет, и увидели, что прозрачные от голода клопы. А ступикаются со стен, я облеплен. И Белочка, что, ну, совершенно, я облеплен тоже. Но она, вот, знаете, все, райская птица и все, все-таки. Ну, у женщин таких случаев, бывает, находчиво, она сразу позвонила соседу. У Лассури достало какой-то керосин, тряпку стало протирать, все, так сказать. А я, я был самым позорным, так сказать, в виде сидел голый, на столе и плакал. Я просто плакал от удержения. Как вы начали разъединяться, как вы начали расходиться? Почему вообще это, собственно говоря, произошло? Я забыл закон один из любимого, не расставайтесь, особенно, когда они очень молодые. Понимаете, вот это, ну, вот я бы оставил ее тогда, когда нельзя было оставить еще. Я не, совершенно неправильный поступок, что, в общем, я, я не запрещал ей, чтобы на это было. Такого не было, ну, просто как-то не выразил, так сказать, какой-то энтузиазм небольшой. Ну, у Васи в это время уже были романы с другими женщинами, правда? Ну, и что? Ну, как она, любви такой, как были. Ну, что? А как она на это реагировала? Что? Ну, на то, что вы поздно возвращаетесь домой. Как-то однажды она меня ждала. Я была тарелочкой все покушать, чтобы мы все. Потом я как-то пришел поздно, она уже спала. Никакой тарелочки уже у меня не стояла. Потом мы столкнули по месту. Наши два таксиста вот, ну, вместе подъехали к дому, да? Ну, вот. А потом? Ну, вот так все и случилось. И Вы попытались помириться? Через ней? Нет. С шампанским? Ну, да. Я вот потом уже переселился, уехал, а потом я пытался однажды приехать. Она мне не открыла дверь. Может, у нее кто-то был, я не знаю. И что она сказала? Ну, вот и вытаскиваем. Не закрыла дверь? Нет, она не открывала. А вообще не открыла? Это было из, что, не закрытой дверь объяснение все? Ну, уже было плохо. Вот и все. Конечно, это было очень большая любовь. Я обожал ее. Просто ее взяла. Барабан. Это чувствуется по стихам. О, кто-нибудь приди наружу, чужих людей соединен и разобщен. Близьких душ. Близьких душ. Скачки, погони, звон шпаг, вино рекой, королевские балы. Одним из любимых героев Фетушенко всегда был Тартамьян. Помните романы Дюма, в которых империи начинают трещать из-за неосторожного взгляда, брошенного королевы, или из-за уроненной перчатки. Подобные романтические игры на высшем уровне бывал втянут Евтушенко. Однажды его позвал себе для важного разговора Роберт Кеннеди, брат американского президента. Это приглашение было отнюдь не случайно. Со стороны Кеннеди это был хорошо продуманный политический ход. В Советском Союзе в это время разворачивался грандиозный литературно-политический скандал. Двух писателей, Синявского и Даниэля, обвинили в том, что они под псевдонимами опубликовали на Западе антисоветские произведения. О судебном процессе над Синявским и Даниэлем ежедневно шумела вся западная пресса. Тогда мы считали, что это каково чиселоподлинные имена авторов антисоветских панфлетов. Но в тайной беседе с Евтушенком Роберт Кеннеди выдвигает совершенно другую сенсационную версию. Как это происходило? А происходило, это очень забавно, так сказать. Я показывал, он мне показывал, где туалет, проводил меня тут. А кстати, я хотел вам сказать, вот это мой привлеченный душ. Я хотел бы, чтобы ваши люди знали, что имена ваших двух писателей были выданы нашей разведкой. Я был потрясен просто. Тогда я был наилен. Я говорю, почему? Ну как почему? С первых полос сошла на какое-то время война во Вьетнаме. И получилось, что вот русские арестовывают своих писателей. Вот мы за свободу слова. И так далее. Ну все это, так сказать, чисто политические игры, он сказал. Мне. Вот и все. А в чем была его идея? Почему ему было важно это вам сказать? Потому что на уровне, на уровне политических деятелей такого ранга и масштаба, как Роберт Кеннеди, такие вещи случайно не делаются. Да, он, видите, в чем дело, он мне не говорил, что я не должен этого никому не говорить. Достаточно было включенного душа, простите меня. Но это было ясно, что нельзя называть его фамилию. Но он мне не говорил. Нам кажется, что земной шар так велик. Но иногда он умещается в одной комнате, когда два человека могут повернуть судьбу мира. Со стороны американцев это был уплевок. Внимание мировой прессы отвлекалось от их кровоточащей войны во Вьетнаме. И одновременно наносился удар по идее об эффективности ПГТ. А значит, компрометировались и тогдашние руководители госбезопасности, стремившиеся устранить слишком, по их мнению, мягкотелого Леонида Брешного. В том-то и была суть этого американского поля. Они предпочитали иметь своим партнером именно предсказуемого Брешного. Таким образом, американцы с помощью Евтушенко пытались предотвратить планировавшийся в СССР политический переворот. Вот так Евтушенко сыграл в жизни, так и не сыгранную им в кино, роль своего кумира Д'Артаньян. Теперь подобную экстраординарную ситуацию с поэтом в центре мировой интриги трудно себе его образить. Прямо из ванной комнаты Кеннеди наш поэт спешит в ООН. И я пошел в Ксидоренко, который был представителем нашей эмиссии. И сказал, что у меня есть очень важное сообщение, которое мне передали американские деятели. Если это правда, то это... А мне нечего было терять, между прочим. И тогда я пришел к Ксидоренко и сказал, что вот я напишу такое письмо. Ну я... Кто будет читать? Он сказал, будет шифровальщик читать. Только шифровальщик играет, шифровальщик. Ну и лучше я не понимал тут, что я... Какую опасную игру играю. Это опасно было дело. Это пошло шифровка. Но если советский дипломат Федоренко, который хотел помочь Брежневу, не задавал лишних вопросов, то вскоре Кевтушенко заявились совсем другие люди. В штатском. Чтобы вытрясти из него главное. Кто был источником этой информации о государственной важности? На следующий день в 7 часов ко мне приехали. Сказали, вас ждут. Я ждал этого. Вас ждут из... В миссию приехали два товарища, вас срочно ждут в миссию. В 7 часов я уехал. Они ничего не говорили со мной. Прикрывали цифры в лифте. Спиной. Завели каком-то, да, чтобы не видеть на каком-то этаже. Один из них сел на стол. Другой... Знаете, как в кино. Они смотрели с этих самых и начали говорить, кто вы написали письмо, коммунидирующее комитет государственной безопасности. К левету. Я говорю, во-первых, почему вы знаете о том, что... Было содержание. Это... Я не утверждал, что это правда. И они начали спрашивать. А, откуда были такие сведения? Знаете, товарищ Евтушенко, вы, конечно, поэт хороший. И жалко будет, если вас где-нибудь найдут под мостом, в каком-нибудь там, Квинсе, где-нибудь. Ну, правда напечатает, который напечатает сейчас, так сказать, напечатывает на голову, что человек там погиб от рук махиня. Вы меня понимаете, что мы имеем в виду? Вы встали на путь борьбы с комитетом государственной безопасности. Вы попались на удочку наших врагов. Понятно, да? И тогда я... Тут уже из меня посыпалось все. Весь запас хороших русских слот. И я уже просто, так сказать, вообще, так сказать, искал, что у меня нечего запугать, так сказать. Я помню, что вспомнил почему-то, как я выбирался сквозь друга. Когда... И сказал, вы знаете, вы меня не запугаете. И они вдруг вышли. Я орать, так сказать, стал на них. Вот тут я испугался. Знаете, вот когда я орал на них, я ничего не... Я когда остался один, мне страшно стало. Сейчас в мешке еще убью. И... Значит, мусорный провод выпил. А что? Почему нет? Да правильно. Почему нет? И вдруг я подошел из двери, она открылась. Я моментально к лифту. А там стоит горничная с подносом. А куда вы едете сейчас? А я к Николаю Трофимовичу. Я говорю, вы мне тоже что-то будете. Как всегда я... Я уеду, и тут меня потрясло. Я сказал, Женя, я знаю, что Альберт тот, ваш близкий друг и крестный отец вашего сына. Хорошо. Женя, немедленно сейчас вы поедете на моей машине под планом к нему домой. Звоните ему сейчас. И все, что вы рассказали мне, расскажите ему. Все. Я был потрясен тем, я думал, что это будут хранить. Как секреты, так нет. Видите, он так все загрузил. Альберт тот был лучшим и самым преданным американским другом Евтушенко. Профессором-словистом, а заодно, как это иногда бывает, и сотрудником американских компетентных органов. Я приехал к тому, кто-то побелел просто и так далее. Потом он стал звонить куда-то, что-то такое. И вдруг я увидел следующее. Подъехала другая машина, вышли два американца. И с этой поры эти два человека мне не покидали. Сколько они покидали? 45 дней. Ездили со мной везде. Всюду. И даже когда девчонка ходила на свидание, так они сначала забегали туда и проверяли. Вот так потом я через 45 дней вернулся. Федеринка меня встречал. Прием, мою честь. 500 человек было. И он говорил, Евгений Александрович, все в порядке. Этих людей уже здесь нет. Приняты меры. В Москве тоже приняты меры. Ну просто вообще сюжет дезинфиктивного романа. Я написал. Опровержение было. Что такое фантазия поэта, так сказать, и так далее. С нашей стороны это, так сказать, вообще не трогалось. Ну вообще это, знаете, вот так сейчас вот я что-то рассказываю. Это я вообще выбрался из этого. Это была передряга. Да. Это был большой риск. Это был большой риск. Когда проблема постоянно напоминает о себе неприятными симптомами, и когда кажется, что ты уже исправилась от нее, она появляется снова. Тебя просто преследует молочница. Почему нужно комплексное лечение? Свечи пимофутин для быстрого облегчения симптомов у женщин, таблетки для лечения очага инфекции в кишечнике, а крем для партнера, чтобы молочница не возвращалась. Молочница причина, лечи пимофутином. Осталась японская фармацевтическая корпорация. Это история про одну пару. Они были так заняты, что забывали держаться за руки. Но однажды они почувствовали прикосновение нежности. Идеальное сочетание мягкой карамели и нежнейшего молочного шоколада Минка. И они снова взялись за руки, чтобы всегда быть вместе и жить долго и счастливо, пока фонарь не разлучит их. Или нет? Новинка Милка Карамель. Пусть нежность длится. Более трех миллионов неутомимых авантюристов уже попробовали Перфект Фит. Перфект Фит работает. Убедитесь в результате, или мы вернем вам деньги. Каждое мгновение, проведенное с вашим малышом, может стать красочным представлением вместе с Либера. Примите участие в акции. Покупайте подгузники Либера, регистрируйте уникальные коды с упаковок на сайте libero.ru и получайте подарки. Игрушку на руку Божья коровка или целый кукольный театр. Информация об акции на libero.ru В сезон простуды и гриппа мы традиционно лечимся малиновым вареньем. Конечно, если уже приняли орбидол. Ведь орбидол способен защитить от вирусов и ускорить выздоровление. Все средства хороши, если принять орбидол. Рафаэлла донесет ваши чувства. Нужен красивый телефон, как раньше были? Есть даже лучше. Nokia 515. Металлический корпус. Классика. Новый элегантный Nokia 515 за 6,990. Nokia, покупайте в Евросети. Новые фитокремы чистая линия от 45 лет. На основе сочной жимолости и горной армики. Армика сокращает морщины, жимолость тонизирует кожу. Красавицы вы мои. Чистая линия, фитотерапия, красота и молодость вашей кожи. Это мой любимый крем. Что является причиной гастрита? Неправильное питание, курение, трассы. Доказано, что основной причиной хронического гастрита и язвы не болезни является бактерия Helicobacter pylori. Это нобелевское открытие, реальный путь к лечению гастрита. Антибактериальный препарат Денол подавляет инфекцию и способствует заживлению поврежденной слизистой желудка. Нет причины гастрита? Нет причин для беспокойства. Денол антибактериальная защита от язвы и гастрита. Осталась и японская фармацевтическая корпорация. Даже разделив фабрики, создатели батончика Twix продолжали соперничать. За выбор левой палочки Симус дарил подарок. А Эрл давал приз за выбор правой. Подарки были великолепными. Призы потрясающими. Симус буквально осыпал Эрл Загарин. Сделай выбор и ты. Участвуй в акции. Призы от правой и левой палочки ждут тебя в каждой пачке Twix. Из всех спутниц Евтушенко, а их было у него великое множество, больше всех политикой интересовалась его вторая жена, Галина Сопова. Так уж получилось, что он увел ее от своего лучшего друга, известного тогда поэта Михаила Луконина. Она мне очень всегда нравилась, но это мне никогда себе не позволял. И подумала, что это может случиться. Правда, это никогда, это не было каким-то дюймотом, тайным от Миши. Мишу я очень люблю. А как вы поняли, что вы Людмила ударил? У нее был романс, элементарный. Вот. И Миша, наверное, это понял. И однажды он в мое присутствие ударил. Просто понял. А вот. И я, и ее приятница моя, Луговская, кто раздружил мы ее, увозили его в больницу. Что-то так сильно? Да. Так сильно. Пили тогда сильно. Водок все-таки пил. Не я, да? Я водку вообще почти все-таки не пил. Да. И как же это дальше происходило? Так как у меня с Белой распадалось все уже, так сказать, и стало разваливаться и так далее, и у нее все дома. Я бы никогда все... И не дай бог вообще даже вообще жениться на... на своем роде. Конечно, это жизнь бывает невероятные случаи и разные ситуации, но практически в них брак развалился. Ну, просто однажды мы просто оказались вот так вот вместе. Совершенно просто как-то... Ну, и ошеломил. Вот. Ну что, как бы вы что, оба от своих развалившихся предыдущих мак вздрейфовали? Да. И соединились, да? Так это и было. Понимаете, что Белой была лучшей подругой Гали. Они подружились очень Галю, чем ее любила. Белой пришла, вы говорили, на свадьбу? С Галей Белой. Да, пришла. То есть она как бы благословила ваш союз? Сфарточкой пришла. А потом и Миша к нам заходила. Редко, правда. Все равно, что ты... А чем этот второй брак отличался от первого? Что нового вошло в вашу жизнь с Галей Соколой? Она многое, она многое открывалась. Она прошла всю эту жизнь девочки из семи родового народа. Она была старше. И она очень много у меня научила. По-моему, я стал во многом другим человеком. не разберешься. Ну, это был что, такой безмятежный брак? Или вы сталкивались? Вот с кем вы больше конфликтовали в браке с Ахмадуриной или с Гарри Соколой? Ну, успело было все это как-то быстро. Очень все-таки быстро. С Гаррия прожили 17 лет. 17 лет. А почему же все-таки в итоге... Почему? Потому что... Ну, как вам сказать? Понимаете, что... Ну, не знаю. Я... Не набегался я, что ли? Я не знаю, что это... Ну, короче говоря, она была безупречна. Так что она просто полностью... Не знаю, а я меня... Не знаю, что со мной происходило. Ну, не знаю. Я не себя нищу, с одной стороны, никогда. Я ее очень любил тоже. Вот поверьте мне. Я ее очень любил. Ну, почему это вот сочетается? Может сочетаться в мужчине? Ну, вот... Вот ненасытная... Ну, я ничего больше жив... Так, как жилишь, мне ничего никогда больше не так не нравилось. И... Ну, не... Ну, не мог я удержаться, так сказать, и так далее. Ну, и, конечно, ее это... Ранила. Ну, конечно, ранила по спину. Ну, не нарочно я это делала. А что делать-то, так сказать? Так получалось. И она... И тогда она... У нас начинали с ней споры. Она гордости ей не позволяла говорить об этом. Но она меня начинала упрекать за стихи... Это уже основание для развода. Да. Но это было не потому, что стихи уж такие были плохие. Это неправда. Просто она из-за другого это все было, понимаете? Это все... Я вообще запутался, черный... Это вы убегали от ваших проблем. Убегали. И натоите я от нее, получил телеграмму, что у тебя есть сын. Она взяла петь. Это замедлено наш развод. Вот. Ребенка у меня не было. Еще я это оценил. Я понял, что для нее это важно. Что я важно сделаю это для меня. А вот я вернулся. Ну, в общем, там... К сожалению, там... Мало уже так дальше. 17 лет. Вот за гигантский кусок жизни. Да. А потом невозможно было. Сгалить. Сгалить стало. Пить что-то еще просто. И сбелывала, попивала. Встречалась вместе уже и как-то. Движение в душерках. Ну, нет. Ну, тяжело. Они дружили просто все. Ну, просто, знаете, было тяжело. Все это я не знаю. Это просто был ужас. Какой-то был ужас. Какой-то был ужас. У нас есть общая проблема. Это Петя. Это очень тяжело. Да, встал, так сказать, ребенок. Шизофрении, так сказать. Он близне. Он диагноз. Он лечится. Ну, у него следственность была тяжелая. Вот так получилось. Он не проверял это. Он делал столько, посвятил его жизни. Нет труднее роли, чем быть женой знаменитости. Немногие с этой ролью справляются. Галя принимала близко к сердцу все конфликты Евтушенко с властью. В том числе и его знаменитое столкновение с Хрущевым. Евтушенко понимал, что в самом Хрущеве жило несколько разных людей. Смелый реформатор, хитрый мужичок, человек, выросший в тени Сталина, которого Хрущев боялся и ненавидел, но которому невольно подражал. Все эти ипостаси вождя увидел Евтушенко, когда он с ним прилюдно сцепился. Это была легендарная бескультурная сцена из культурной истории 60-х. Хрущев на встрече с творческой элитой орал на опешивших писателей и поэтов Аксенова, Вознесенского. Досталось из культуры гангсту неизвестному. Вон из страны горбатая могила исправит. Все были в ужасе. И вдруг Евтушенко неожиданно для себя самого громко возразил. Прошло то время, Никита Сергеевич, когда людей исправляли могилами. Это был по-настоящему смелый шаг. Евтушенко рисковал многим. Ведь Хрущев буквально трясло от ярости. Настоящая или симулированная. В тот момент Хрущев обладал огромной властью. И мог свернуть шею людям. Но когда он кричал, в тот момент, да, все абсолютно вспоминают, что это был момент страшный. Что все испугались, что возвращается, может быть, 37-й год. Эренбург сидел, его всего трясло. Он вообще чуть не сполз со стула от страха, унижения. И, по-моему, все ожидали, что за ними вот это... Противно было. Нет, противно было. Нет, страшного нет. Он не был. Вот не был. Вот, по-моему, Вознесенский говорил мне, что у него был дикий-дикий страх. У него, да. У него. Но он же не стукнул до Хрущева кулаку. Я же не выступил. А потом, вот что такое Хрущев. А потом, раздается звонок. Никита Сергеевич, ну, ну, чего ты там наскорблял меня? Я говорю, где же вас оскорблял, Никита Сергеевич? Вдруг он мне говорит, ты вот что, ты Новый год можешь только к Кремлю прийти? Я к тебе потом подойду, чтобы все видели. А то ведь сожрут, и пуговицы будут уплевывать только. Вот он позвал. Вот, пожалуйста. И я действительно пришел. Он ко мне потом подошел. Хрущев ведет меня за руку. Вот он такой был человек. И потом все-таки он очень оценил, когда я приехал его поздравить с днем рождения. Уже когда его отправили на пенсию? Да, да. Его был тронут очень тем, что я приехал. И он сказал мне, дайте, чтобы не забыть, вот я хочу сказать, что очень важно. Я бы очень хотел извиниться перед всеми писателем пока.